сегодня как и обещала расскажу немного о том как использовать эфирные масла вместо дезодорантов также скажу про детокс подмышек и сразу бегу вперед скажу что это очень важно делать при переходе с коммерческих антиперспирантов различных синтетических дезодорантов на более натуральную версию либо вы делаете дома свой дезодорант либо вы используете эфирные масла или же используете что-то например типа кристаллов очень часто я слышала о том что например вот я перешел там другой дезодоранта у меня хуже стало под отделение а запах очень сильный нужно сделать детокс подмышек и после того как вы сделали непосредственно первый курс от этого детокса повторять можно этот детокс один-два раза в месяц то есть по мере необходимости например более жаркую погоду когда вы сильно потеете ваш организм избавляется от всех токсинов натуральным образом а например более холодную погоду когда у вас меньше потяний происходит можно сделать детокс ну например два раза в месяц чтобы как раз помочь организму очиститься от всех неприятных вещей и так почему эфирные масла эфирные масла как вы знаете это натуральные субстанции выделяемые из растений цветов даже так деревьев до смолы которые по своему составу имеют огромное количество компонентов полезны для нас ну не буду вам обещать что использование эфирных масел там установит потоотделение на самом деле потоотделение нам нужно если вы потеете это хорошо что вы потеете потому что ваш организм избавляется от токсинов таким образом другой вопрос что у некоторых людей пот например практически не пахнет а у кого-то он пахнет очень сильно но в этом случае как раз эфирные масла они помогут как проконтролировать вот этот неприятный запах и в общем-то в моем опыте даже при сильном потении несколько часов после нанесения эфирного масла на подмышки можно достаточно себя ну так скажем свежо ощущать то есть этого запаха неприятного его не будет но повторять нанесение масла конечно же нужно будет ну в зависимости от ситуации что например вы занимаетесь каким-то спортом фитнесом да очень активным и вы потеете да то есть это выделяется из организма очень много ваша лимфа работает ваша печень почки работают с вдвоенном скажем так режиме то запах может появиться быстрее плюс то что на вас на диета тоже очень важно например реакция наших подмышек синтетической тканью реакция наших подмышек с хлопок хлопчатой бумажной более натуральной льной тканью совсем разный запах ухудшается и держится гораздо больше на синтетических вещах и так как мы я сейчас начну сразу с детокса подмышек что вам нужно для детокса подмышек вам нужна косметическая глина желательно чтобы глина была какая-нибудь без добавок очень простая то есть можно самую простейшую глину даже там за основу да например для всяких от диай ваев для сделать сам проектор вы разводите глину или же у вас уже есть клина глиняная маска без особого химического состава я пользуюсь маской глиня найдут от дутера очень хорошая мне нравится она она такая достаточно ядреная и если например на кожа лица у меня не выдерживает 10 минут для меня это слишком много да вот когда делаю глиняную маску то вполне прекрасно для детокса подходит я могу 5-10 минут выдержать без раздражение кожи на подмышках ну в общем берем эту глину разводим ее или там выдавливаем из тюбика предварительно промыв наши подмышки хорошенечко с мылом и наносим наносим значит вот мы по не только да вот непосредственно подмышку мы выходим из-за подмышку вот сюда на линию руки вот тут нас лопаточка да не думал что-то у нас лопатка сустав у нас здесь и чуть-чуть к линии груди вот мы наносим значит таким тонким слоем но не очень тонким и оставляем ну я бы сказала минут на 5 вы можете это сделать принимая к раздушу или например эти 5 там 5 минут вы моете голову и затем смываем то есть смываем таким образом каким предполагается смыть например большинство глины смывается просто водой после этого вам не нужно наносить уже никакого мыла ничего на подмышке то есть продолжайте мойкишным свое тело после душа вы вышли вытереть теперь вам нужен спрей с маслом лимона не с лимонным соком к с маслом лимона ну скажем на 30 миллилитров воды там пять капель лимона хорошо взбалтываем хорошо пробрызгиваем эту часть и оставляем чтобы она высохла вот и все вот он весь детокс повторяем этот детокс неделю после нанесения масло лимона когда она высохла да то есть этот момент мы там продолжаем что-то собираться это можно делать утром то можно делать перед сном вот готовимся там либо к постели либо готовимся к трудовому дню после этого мы наносим свой натуральный дезодорант или эфирные масла как наносить эфирные масла как дезодоранты я попробовала очень много разных вариантов можно найти в интернете огромное количество рецептов смесей которые там например пишут духи да они как бы вот такие вот я в группах часто делюсь рецептами можно подобрать свою комбинацию моя самая любимая комбинация это масло ладана и смесь женская выспой софток или же в зимнее время я очень люблю наносить хиноки и затем смесь баланс таком порядке иногда я наношу ладан и розу вот иногда я наношу кардамон кардамон и розу или кардамон и могу сладочным нанести или ну то есть разные сочетания то есть настроение вот что мы делаем можно конечно все это смешать в одной бутылочке но поверьте поскольку масла мы знаем когда они смешиваются они реагируют между собой то их химический состав слегка меняется и также меняется запах который будет потом вот в конце концов то есть вы можете для себя подобрать либо вам нравится запах когда вы все это смешиваете либо вам нравится наносить так как наношу я сейчас на 10 миллилитров бутылька если вы смешиваете масло я бы сказала где-то по 4-5 капель каждого масла я бы не брала больше двух потому что слишком много не нужно вам мази чтобы вас это вот одурманивала да и тем более если вы пользуетесь например каким-то другим маслами как иммунной смесью там или не знаю что то там смесью для женщин например ежемесячный или еще чем-то то у вас не будет такого слишком огромного смешения запахов как раз они будут немножко так друг друга дополнять и не будут перебивать друг друга и вот если человек рядом с вами станет он просто его не одурманит от количества запаха поэтому предлагаю вам не смешивать более двух компонентов где-то по 5 капель каждого значит масло и затем долить 10 миллилитров базовым маслом очень рекомендую фракционное или фракционирование кокосовое масло почему потому что оно не вставляет жирных пятен на вашей одежде в то время как обычное масло оно будет оставлять пятна и наверное может быть не всегда самый приятный вариант ни в коем случае не наносите масла без базового масла на вашей подмышке ради бога потому что когда мы начинаем потеть кожа у нас так раздражается и вы можете себе просто банально получить ожог вот вот так или же делайте как я я просто капаю кокосовое масло мажу сначала на подмышке первый слой затем прям вот из бутылька беру там не знаю да получается меньше капли до два пальца опять размазываю сверху и затем третий слой это вот второе масло таким образом у меня запах он меняется в сразу то есть как по мере нанесения масло впитывается на кожу реагирует с моей уникальной биохимии кожи и тела и у меня будет свой особенный запах то время как конечно если вы нанесете уже предварительно смешанную смешанные масла то запах вот поверьте будет несколько иной он уже даже совсем быть другим то есть если вы хотите попробовать без ущерба для того сколько масел вы расходуете я рекомендую вам пользоваться зубочистками или может быть максимум используйте по капли масла чтобы посмотреть какой запах вам нравится больше одна моя знакомая абсолютно обожала пользоваться сочетанием сейчас скажу чайного дерева и мяты и вот я тоже этим иногда пользуюсь особенно если вот бывает от жары там подмышки там чешется немножко раздражается то такая такая вот смесь из чайного дерева и мяты она очень хорошо освежает подмышки и я работаю с маленькими детьми то есть двигаюсь я очень много наношу второй раз ну в общем утром скажем где-то так я нанесла первый раз в семь и утра и затем где-то ближе к двенадцати я снова наношу то есть это пять часов я считаю что для не коммерческого дезодоранта или даже вообще любой субстанции в которой не содержатся всякие химикаты и отдушки это очень даже хорошо вот надеюсь что вам мой способ понравится и вы обязательно попробуйте поверьте что переход будет достаточно болезненным если вы привыкли к антиперспирантам и у вас будет постоянно вот это вот ваше потоотделение она будет более интенсивная поэтому детокс как раз помогает справиться с таким вот огромным количеством потоотделения но опять же и обещать не буду хотя вот кстати некоторые масла замечу они помогают замедлить рост волос в подмышках то есть они могут потенциально может быть влиять там на рост волос а вот именно в подмышках некоторые масла замедляют вас это очень интересно кардамон например заметел то с кардамоном когда я пользуюсь кардамоном вместо дезодоранта значительно замедляется рост волос в подмышках это такие очень интимные детали но тем не менее услышать их нужно ну желаю вам приятного перехода на натуральные средства